Боже, милостью будем не грешны. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил, Господи, прости меня, грешного, помилуй меня. Достойно есть яковоистину, блажительству, благородиству, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога, нашего счастнейшего, херувима и славнейшего, истинно Серафим, Без истления Бога, Слова, Рожише Иисушью, Богородицу Тебе, величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Оскреться измертой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитвы ради причистой Твоей Матери, силы счастного, житворящего Христа, Святых Ангелов, наших Хранителей, и всех, ради святых, помилуй и спасти нас, Яков, благослови, и си человека любец. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Вступление небольшое перед утром. Остатки темы о молитве просчитаем. Кавычки открыты. За грехи корыстолюбия я гневался. Пророк Исаия 57, 17. И чем более грешат люди, тем более идут покупать нечистые свечи, это я забавляю уже. И выгодно священникам держать народ в грехах, не допускать их до истинного покаяния, до истинного православного крещения, а мочить им лишь голову, обольщая всех благодатью. Грехами народа моего кормятся они. Осия 4, 8. Даниила 14, глава. Патриарх должен уйти в затвор, если виновен в этом, как патриарх Павел 4, подписавший юридические документы. 760-й по 84-й год. Это царица была Ирина. Проказа съела дом Божий грехом. Левитом 14, 44-48. Разломать. Закрыть его и начать с нуля. Вот когда дом покрытый проказа, не человек только, но стены дома, говорится. Левит 14, 44-48. Эта едкая проказа захватила не только российский дом, но и, что самое страшное, русскую православную церковь. Неверующие Библии, презирающие соборные каноны, архиереи, священники поражены духом обмерщения. Крадут слова мои друг у друга. Иеремия 23, 30. Ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников, которых уже убил Господь. Кто хочет поверить, что это так именно, откройте настольная книга священнослужителей, патриарши, третий том, 601-я страница, молитва Ефрема Серафима Саровского. Три дня и три ночи молился о русских архиереях священников, и Господь ответил, не пощежу и не помилую, потому что вымыслами человеческими заменили истину Божию. Макарий Александрийский, житие 19 января, видел пресс-фитера, и проказа съела его рот так, что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет больше совершать литургии. Так это же про наше время. Семен Столпник 1 сентября обречил бесноватого священника, говоря, что бес вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. И ни одному человеку не было это открыто. Геннадий Патриарх 31 августа доказывает, что ненаучный пресс-фитер не может людей вести к спасению. Ставить священники раньше 30 лет категорически запрещено. А если такое уже случилось, должны немедленно быть извернуты из сана. Вот применить только это один канон. Опять экономия. Это дохлая старуха, намалеванная, как ее говорят, уморшая. Это экономия. И обязательно какие-то слова придумают. Вот отнимите у них слова эти. Огромный библейский словарь. И они обязательно добавлять будут какие-то слова. А почему? А нет такого в Библии. Нет. А это заменяет слово послабление. Да нет этого. Уберите слово проблема-то. И зависит от вашей речи в воздухе что, нерешенный вопрос? Как динаминация, конфессия. Нет таких слов. Есть слово ересь. А ересь тут все понятно, под канонами. А конфессия что это такое? Ну нормально, не так маленько понимает. Правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем. дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Обычно правило не объясняется, почему сказали и дело его. А это поясняется, почему. Ибо Господь, Иисус Христос, 30 лет крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется. И по диакону да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Не запрещен, пока ему годы исполнятся, извержен. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила, кавычки закрыты. Вот сегодня тоже одно это правило включить. Не надо же всю книгу правил мусолить, когда ее не исполняют. Это новая вера, которая не имеет отношения к Вселенской Церкви никакого. Веру на Святую и Соборную Апостольскую Церковь. Какая она соборная-то? Ну, это сделал для себя кто-то. Прямо спрашиваем епископа, что важнее, исполнять каноны правила или то, что патриарх говорит? Ну, да, конечно, то, что патриарх. Ничего не понятно тогда. А патриарх-то? Даже в епископы раньше 30 лет поставленный был. Я своего-то не ищу, просто поднимаю это, что это все забыто. Андрей Кураев это видит, а другие не видят. Почему? Он говорит, Игнатий ничего не говорит своего-то. Он просто поднял забытые нами, заваленные, пласты целые. Сегодня оставит таких сам, кто и Библию не прочитал и не знаком с правилами соборов. Но сам он знаком безбожьим властям, как аморфный к делу Божию, готовый на все нарушения, угождать допустившими его к власти атеистам, а не Богу. Трагедия русской церкви. Все нужно начинать, как во дне Афанасия Александрийского, с домовой церкви, с покаяния и отречения от мира. Обмерщенная, как ныне, церковь, будет скоро уже не агитпунтом КГБ, но служанка Антихриста, ибо по пророчеству православный патриарх должен отвечать на царство всемирного диктатора Антихриста. Мерзость запустения на святом месте в рассвете, имеющий уши слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение 3.22 и 22.20. Это я по теме молитвы. А что делать? Молиться. Начинаю с самого себя. Молиться. Мы не говорим о постении, но еще немножко необходимо будет о посте сказать. Потому что без поста не сдвинулся с места. Вот немножко о посте просчитать. Я уже говорил, например, Петра Александрийского, 15 правило, из книги правил. Никто не укоряет нас за соблюдение среды и пятка, пятницы, в которой неблагосклонно заповедано нам поститься по преданию. В среду по причине составлено иудеями совета о предании Господа, а в пятницу, потому что он пострадал за нас. В воскресный же день провожаем, то есть проводим, как день радости. Ради воскресшего в этот день. Всей день и колены преклонять мы не приняли. То есть, сегодня пятница, завтра уже суббота. Вечером сегодня уже молитвы Ефрема Сирина не считаются. Господи, Владыка, живота моего, и земных поклонов, только три поклона. Ничто, входящее в человеческое, человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Марка 7, 15. Это приводит в сеть, кто не хочет поститься. Каразия-то о посте говорится? Это место и подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом. Вспоминает обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься вопреки уставу и порядке церкви. Это, я считаю, кавычки открытые. В конце сказано будет, кто сказал. Насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств, не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста, и он столь существен, что считающие какую-либо пищу скверную присчитаются к еретикам. Допустим, человек будет говорить, вот это нельзя, это нельзя, грех. Не грех, а церковь заповедовала поститься. Тем более, апостольское правило 69-ое говорит о четыре десятницы и о среде и пятницы. Кто не постится, извергается. То есть, он не православный. Он напрасно прилепляет себя к этому слову. Не склонных к посту, на этом надо бы настаивать. Им бы надо настаивать. А не на том, что пост необязателен, хотя он действительно средства к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором ему стоять никак нельзя. Если преуспеяние внутренне обязательно, то есть, успех, чтобы был внутренней, духовной жизни, главное, сердце, говорят они, то обязательные средства к нему. Без этих средств то никак не добиться. Считающиеся необходимым именно пост. Совести говорит это всякому. Для успокоения ее твердят. Я другим способом возмещу опущение поста. То есть, надо я и так смирюсь без поста. Или мне пост вреден. Вот, начинает у них там диабет и что-то угодно ищет. Или я попощусь, когда захочу, а не в установленные посты. А первое, извинение, неуместно, потому что никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее, также неуместно, потому что церковь одно тело и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Это все сектанты, все говорят, что когда надо, я сам попощусь. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее. А член ее не может так говорить и того требовать. Сектанты могут говорить, потому что они не в церкви и вне спасения. Это все святые отцы говорят, что вне церкви нет спасения. А кто не постится, он вне церкви. Второе извинение имеет лишь тень права. И точно. Пост необязательный для тех, на которых постное действует разрушительно. Потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. То есть разрешается растительное масло, даже если немного вина впредь, говорит, немного, а для того, кто очень и очень болен и неподвижный лежит. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон нежелания. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда судят в ад, хочешь, не хочешь, оступай. Схватят и бросят туда. А кто это говорит? Феофан Затворник, то, что прочитал. Вот такое дело. О молитве мы немножко узнали, о посте узнали, и будем поститься и молиться. За молитвы святых Отец Нашей Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе всяческих ради. Боже, очистили грешу, как и никогда же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от рукава, и да будет мне воля Твоя за неосужденное отверзу, ста моей недостойного Своей имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите души истинные, и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись о вне и очистены от всяких скверных. Спаси, блажь, души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ины и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, ижи, если на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в Твое искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Уставши от сна, припадаем к небла. Жангельскую песню пьемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвиглый, если Господи умы, просвети сердцею с ним, и отверди. Моя же петь, и те святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет. И кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородица и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому герой твоя благость и лугот терпения не прогнелся на меня лнивый и грешеный. Не погубил меня с обеззаконием моими. Но человек олюбствовал и си обычный. И внещая не лежащего, возлиг у меня и си. Воеже утренечество восклойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои още мысленные. Отверзи мои уста, поущайте со словесем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечи. И воспевайте Те святое имя Твое. Отца и Сыны, святаго Духа, ныне и пресно. И вовеки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. 46-й Апсалом. Восплещите руками все народы. Воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен. Великий Царь на всей землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши. Избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях. Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему. Пойте. Пойте Царю нашему. Пойте. Ибо Бог Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами. Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова. Ибо щиты земли Божии. Он превознесен над ними. Велик Господь и всех хвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность. Радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах вел ведом. Как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились. Смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил. В ограде Бога нашего Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион. Да радуются тщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотри домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Слушайте сие все народы. Внимайтесь ему все живущие во вселенной. И простые знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо моё к притче, на гусках открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хваляющийся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорогаться на искупление души их и не будет того в век, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и невежды, и бессмысленный погибает, и оставляет имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечные, и что жилища их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которое погибает. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, сметь будет пасти их, и наутро праведник будет владычествовать над ними. Сила их истощится, могила, жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома и умножается, ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. На ум пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков. Аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей многолюбви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня То это не будет благодатью и даром Но более делом Ей многих щедротах и неизреченной милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся То верую, спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня Но это вера, да будет прежде всего Да ответит за меня, да оправдает меня Да и от причастника слава Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что оторг меня от Твоих руки оградой Но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери Моей Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя Теперь та же, как возбилка свой тайный грех И чтобы снова потруиться для Тебя Без лени, усердно, как прежде потруился Сатанепрещающему Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставь на охрань мою бедную душу И счастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержание мое Не дав возможности взлома демону Починить меня в себе преобладанию этого смертного тела Возьми крепко несчастного И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения Особенно, Ангел Божий Хранитель и покровитель бедного души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не принимать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгонит меня смиренно у несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удаляйся скверные, лукавые И хульные помыслы из океанного сердца И помраченного ума моего И погаси пламя моих страстей Ибо я убог и несчастен Избавь меня от многих пагомных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причисто имя Твоя славица Во веки вечное. Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатий Владимир Надежды Мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником о душах наших Богородица Дева, радуйся Обрадуя на Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод, чрева Твоего Я породила Иси Христа, спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Щаснага, живетворящего Креста Господень Не оставь меня грешным, уповающим на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояние Твоя Победа на сопротивные дары И Твоя сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй Отца моего, духовного родителей Сродника, благодетеля Митрополита Илариона, епископа Евтихи Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антони Священария Акима, Павла, Геннадия Сергия, Сергия, Сергия Василия Иоанна, Михаила Наума, Кирилла, Амрося Владима Зосима, Андрея Диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея Священника Владимира Максима Епископа Максима, Сергия, Кирилла Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Диодора И весь священнический и иноческий чин И высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И нам, дающие священникам, если угодно тебе Смири власти и воинства их, наведи страх на них И через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра Дабы знали они, что над ними есть ты, царь царствующих И Господь господствующих И что на суде Божьем будет строгое взыскание с начальствующих И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю к великим и страшным испытаниям Грядущим на всю вселенную И нас помилуй в милости твоей ради Посети заключенных за слово твое Пытаемых и убиваемых детей твоих Прими их в обители вечные Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь Что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованые тобою И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сохрани нас от всякого зла И защити и помилуй нас здесь и селения наши от пожара, от воров, отечистой силы и потопа Аллилуйя И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Алексея Иосифа И Романа, Никитта Пошли добрые жители здесь И сохрани школы И нас помилуй, милости твоя, ради Спаси и помилуй Татьяну, Наталью Игоря, Марину, Никита, Чадовик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтиру И расширь пределы общих наших, найди новые души Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадовик, Валентину, Алексея Валентину, Надежду Дмитрия, 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 Олега, Алексея Александра, Александра, Александра Михаила, Нину, Анна, Юрия, Георгия, с кем познакомились, с кому возвестили слово истины И возри на врагов, закрой их лживое уста, дабы не препятствовали распространению истины И в судный день не помени их безумия, ибо не знают, что творят И нас помилуй, милости Твоей я ради Грозда и благодетелям нашим добром Елена Максима Владимира Евгения Евгения Наталья, благослови, исправь их путь Это наше сокровище, сайт и форм, что здесь есть Сохрани трудящихся Игоря и Юлия Дмитриевича Василия, Сергея, благослови и помилуй Посети болящих Дай силу все перенести, пошли мы к исцелению Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анна, Нину, 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 Марию, Игоря, Василия Калерию по Келину И нас помилуй, милости Твоей ради Благодарю Тебя за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов За все, что Ты допускаешь И во все свое время будет на пользу Молчи нас переносить допускаемые искушения В благодарение Тебе, Господи, слава Тебе, слава Да будет между нами мир, любовь и согласие по слову Твоему Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея Александра, Владимира, Игоря И все наше расстроено И Евдокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания Своем Аллилуйя Путешествующих, Раисов, Два отступников Николая, Михаила, Найди, Иссамири Дары доброй веры Благословим Тимофея, Тимофея, Максима, Найди Максима Герман, Александра, братья Аллилуйя Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братья наших И же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечная, отошедшая от жизни сей Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан И сотворим вечную память, вечный покой Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешно Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Говори Бог помощь Как будто не вовремя позвонили, но сестра сегодня стряпает проспорой Просит благословения, так что помолиться Опять же о молитве речь идет Господи Божий наш, слава Тебе Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дав мне Святую Библию указал на толкование святых отцов Воздай вещи все добром Марии, Михаилу и Анне И всем, кто трудился над возрастанием моей души Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими Аллилуйя Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, а мне грешнем Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе Господи Божий наш, хвала Тебе Добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил меня от видимых и невидимых опасностей Благодарю Тебя, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела Проведи душу мою по мытарствам И в единственные веки вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Ян, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас Господи, мужчина, житель бедности, имея пропитание и одежду Быть благочестивым и довольным, никогда не роптать Никому не завидовать Каждому дару и жилье, Сергей Гавриев Укрепи народ Твой, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать Святитель Христов Никола, мерликийский щедотворец Образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас Молите Бога о нас, святые пророки Божии Пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи Езбранееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варок, Изыки, Иль, Осия, Иаиль Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрихи, Пророк, Михей Аврам, Исаак, Иаков Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою Были день прихода Твоего нашего отшествия Не застанусь не готовыми Чтобы вышли навстречу Тебе, Господи С горящими светильниками истинной веры И сосудами полными ли добрых дел Соделанных в духе святом С любовью, Аллилуйя Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы Фюрвимы, Серафимы, всенебесные силы Престолу Божию предстоящие И ты апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты Матфея, Марк, Лука, и Иоанн Аллилуйя Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы Игнатий, Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ Касмай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амидийский Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста Анфиму, Вениамину Дай добрую веру и старшие родители за ложное воспитание Молите Бога о нас, святые отцы Василия Велики, Григория Богослова, Ян Златоусов Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский Ян Тобольский, Ян Крыштадский, Ян Шанхайский Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский Филарет и все перевозчики священного писания Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь святой Православной вере, а замост и ретиков разруш Что преврати и дай ревность детям твоим И духовное рождение патриарху, епископам, священникам И пасте, и водительство духом святым Аллилуйя, молите Бога о нас, святые жены и девы Фехо, первомущие, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Юния, Киприяна, Устина, молите Бога о нас, дарует Господь женам и девам послушание и молчание, Соломудрия и стыдливость, и сохраних от всяческого Повругания, избавить непокорство, Галину, семейство ее, Евгении, Надежда, 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 Светлану, Марине, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Елену, Людмилу, Галину и Анну, И прими нашу молитву, воздяне рук, как жертву вечерней, Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб твой! Говори, Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия, Не дашь мне! Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему! Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, И не осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веков! Аминь! Боже, очисти Тебя грешного и помилуй! Господи, прости мои согрешения, Тайные и явные, в уме и в помышлении, в годни и в ночи, И во все дни жизни нашей, прости, Владыка, и благослови! Помилуй меня, Боже, помилуй меня! Очисти от всякого греха и грешения! Амой и убери в крови Твоей причистия! Благодарю Тебя, Господи, за жертву Голговскую, За страдания Твои ради меня грешного! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Тебе, милосердный Создатель! За все Твои милости и щедроты! Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля празднословия, серебролюбия! Не дашь мне! Душа целомудрия, смиренно мудрия, Терпения и любви, даруй мне Рабу Твоему! Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть И моя прегрешение! И не осуждайте брата моего! Яко благословен еси Во веки веков! Аминь! Вот утренняя молитва! Глубое утро! Всем, кто был! Мы сейчас события дня Будем насчитывать! Я отключу всех! А кому надо, потом подключитесь! Сами решите где-то! А потом мы насчитываем Новый Завет с толкованием Блаженого Фифилакта с комментариями Так, сегодня что-то у нас тут Кроме Сергея Всего только двое пришли Вчера пятеро было Нету, значит С Богом! Сейчас не хочется!